Здравствуйте, у нас продолжение финала ТП Лиг. Хэппи играет против Каха, именно того, кто его в лозера и отправил в первом туре в верхней сетке. И, ну, посмотрим, что будет. Так, 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 Димка крепится, ДК уже на Харасе. Мана Берна нет. Поэтому можно достаточно спокойно заниматься вот такими делами, какими Хэппи занимается. То есть бегать мимо Димы, угрожать Арчам, потому что у тебя все равно есть Койлы, у тебя есть Мана. По крайней мере, он прервал Харас, в смысле, прервал Криппинг противника. Перекупил второй венец Благородства, кстати, в магазине. Заплатил за это где-то четвертью хитов. И Арчи будут сейчас, могут сейчас блокировать ДК, наверное, надо влево уходить. Нет, оставляют... Да, а, там еще труп есть. То есть Арчи здесь много не смогли бы лицом потанковать. Все, скелеты спасли. А не будем мы скелета Койлить, кстати, с полной маной-то? Нет, нет, нет. Каха такой спокойный сидит в наушнике с гарнитуркой. Молчит. А, есть возможность, есть возможность! Где? Ай, немножко затупил Хапач, мог сюда прийти. Он ждал, когда можно будет скелетов вызвать. И там уже второй уровень, там уже Берн есть. Уже ДК так просто не постоять здесь. Скорее всего, будет Барак выкапывать, и эльфы крепятся дальше. Что Дима уже в состоянии. Попытался добить скелет, видели? Так, выманивает нейтралов, чтобы они, может быть, как-то поучаствовали, все-таки покидали, еще что-нибудь делали деструктивного по отношению к эльфу. Гули параллельно крепятся, хотят второй уровень выбить рыцарю смерти. А, это Гу... Я же думал, что Койл летит в тролля. Я просто Гульку лечил своим. Акалит ждет, когда Слотерхаус... Ха-ха, три артефакта передает Наге. Ботинки будет покупать сразу? Ой, опасный момент! Сзади подходит уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гуля уже подставляется. Ее лечат из последних сил. Но размен Гули на Большого Огра с артефактом, конечно же, оно стоит того. Хорошо, хорошо, хорошо. Что ты там выбил? Мана Дрейн. Неплохо, неплохо, на самом деле. То есть, я бы Маноберн, ты сразу себе 65 мана... А, вот это вот надо было наказывать. Не успевает опять. Да ладно, ну хапать, что ты там мнешься-то? Ну просто выбил, выбил артефакт. Неужели мы его никак здесь не накажем? Хотя бы арчу поджать. Одну арчу внизу под подбреем. ДК подставляется. Опасно. Гули тоже спасаем. Очень хороший микроконтроль. Ретаргет. Чтобы Гульку перестали атаковать. Сетку, надо вписываться за эту Гулиу наверху. Пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Да, Гули спас. Очень высокий темп у игры. То есть, очень высокий. То есть, вот это вот подрезание в центре ценных артефактов, быстрое переключение на крипинг. Никто не тратит время там... В коротких перерывах там часть юнитов или героев отправляются лечиться. За каждого юнита идет сражение. О, Виви пришел. Здрасте, Виви. Ай, вампиризм выпадает. Очень крутая. Ну, фиг знает. Ну, там он оценку с артефактов сделал, типа статовые артефакты лучше. Ну, рунные браслеты, соглашусь, что лучше, а вот статовые артефакты фиг знает. Медведи с вампиризмом. Что там выпало? Ай, плащик хреновый. Привет, Дантл. Так, здесь красный уже закреплен, теряет время Каха. Не хватило разведки. Не хочет терять время, пробегая мимо нейтралов, зачищает оранжевую точку. Все довольно быстро происходит. А что нам здесь выпадет? Гульку надо спасать. Гульку спаси, гульку спаси. Такие... Еле-еле. И камень жизни выпадает. Такие гури вообще нездоровые, смотрите, убегает. Чудесным способом спасены. Там два бафа, там Bloodlast и Inner Fire на этом большом огре, который в общей сложности где-то процентов на 65 увеличивает его эффективность. Красная точка проверяет, никого нет, выманивает сразу. Не знаю, зачем выманивает. Орба пошла. Такое впечатление, что красный достанется без боя вообще вторая эльфу. Потому что Хапач пока дойдет, там через Виспа, через еще свою шахту, скорее всего. Не успеет он ко второй красной. Опа! А это что за черепок? Это мы будем базу ставить. И Акалит, и... Оооо... Ну там палево такое, там Висп же рядом. Ой-ой-ой. Тот момент, когда эльф узнает об экспанде еще до того, как он поставлен. Оп! Хорошо. Нерубка начинает сразу строить. Но это подстройка, да? Это подстройка. Когда знаешь, что не пропушить, он делал вид, помните, Colorful'а в первой игре на Northern Niles? Типа делал вид, что пушит, сам перешел в криппинг, и... За красную посражаются они, кстати. Видите, Хэппи уже на красной. Телепорта нет. Как бы он здесь ни остался. Хорошо, что выманивает, а не ныряет. Дра-дра-дра-дра-дра-дра. Это очень важный момент, что мы можем артефакт выбить. Главное не выпускать этого Огра, быстренько его убить. Все, выбил. Что там по... Каннинг. Иллюзии. Не повелся, Хапач, на иллюзию. Вычленил правильного Диму. Моноберн, Гули назад, свиток лечения есть. Надо свиток уже юзать. Свиток юзает, спасает одну, не спасает вторую. Тыкает сразу в Нагу, и Нага делает телепорт. На она! Еще Форкет успевает сделать, и парочку Арчей... Одну Арчу подрезал. Хороший, хороший размен. В плюс, при том, что ставится база, шикарная ситуация. У Хапача надо нерубку только тыкать, уже ресурсы есть на нерубку. Все, собираешь рядом, рядышком желтую точку. Если Эльф проявляет пассивность, собираешь еще правую желтую точку. И спокойно отбиваешься на экспанде. Никуда лезть не надо, пожалуйста. Хапач проиграл. Я помню, Каха как раз из-за того, что поставил базу, и подумал, что он молодец, и пошел отдал саму. Ну куда ты лезешь, Хапач? Я же тебе говорю про желтую точку. Зачем тебе... Вот, слава богу. Ой, хорошо. Нормально. Сейчас красную доесть. В такой ситуации тебе не надо никуда лезть. Приходить, отдаваться на эльфийской базе, даже если у тебя преимущество, нет смысла никакого. Это преимущество будет только увеличиваться за счет дополнительного золота и дополнительной армии. Все. Ничего не надо делать. Сидишь и ждешь, когда он сам придет. Готовишься максимально к атаке его. 60 лимит на 60, кстати. Земля помогает, родная. Так, Дестройеры верят, что эльф подтягивается. Добивает последних Мурлоков. Мурлоков, соседей. Перегруппировывается правильно под землю и под нерубку. Прекрасная ситуация. Да. Только сапплай блок. Зигурат поздно второй сделает под лимит 70. Хапач. И магазина здесь тоже не хватает. Гули приходят сзади. Форкет. Фокус по медведям. ДК пытался держать дистанцию. Минус первый медведь сразу. Веспы диспелятся очень... Диспелят очень неплохо. Минус финд. Фокус по медведям. А став вообще не используется. Заметили? Став не юзает Каха. Видимо, боится, что Диму придется стафать срочно. Ой, Лич еле-еле там выживает. Дестройеры отдаются на дриадах. Ошибка. Минус медведь. Четвертая нага. Тыкать вражескую нагу. У нее стинвул. 38-50. Блин, плохая ситуация у Хапача. Лича не спасает. Да ты что? Минус финд еще. И возвращается нага под персоналкой с полными жизнями, полной маной. Неужели продавит? Косарик на руках Хапача. Это как вообще? Не дозаказывался Хапач? Это как? Выкупает нагу. Возвращается. Бутылка. Пытается снова нагу пушить, но там Лич подставляется. Лич умирает. ДК готов к ГГ. И еще один плюс. Лич умирает. Лич умирает. И так же Хапача на ЛР. Углобная операция. Кого. Еще раз. Как он был, выкат, чтобы делать эти борьбы против Хапача. Кого. Еще раз. Кого. И я думаю, он не есть один путь. Я думаю, он не может сделать это снова. Или менее на первом месте. Кого, опять же, упражняет нас все. Хапача. Он прятил много. Там был равный лимит, там была нерубка, там была земля. Да, может, не хватило магазина, чтобы золото сливать. Вот Магаз бы очень сильно помог. Он бы смог закупаться бутылками, героев бы не отдавал. Магазина не хватило. Ну и такое впечатление, что Каха его просто перемикрил при прочих равных. Это дичь. До сих пор поверить не могу. Ну Магаз бы помог. Магаз бы помог реализовать это золото. Магаз бы помог закупать там ману для дыки, бутылки для героев и свитки для армии. То есть этот косарик золота, который не был реализован, а Хэппи ничего не строил. Он типа контролил просто. Это картин, да, на Тайдхантерс был кипером в прошлый раз у Каха. Та самая игра, которую Хэппи отдал. Кахим. Я, наверное, пойду Доу-Йо открою, потому что у этих товарищей что-то поток не подгружается. На всякий случай инфи открою. До луту-чалу! Чи-шоу! Просто чтобы был у меня стрим параллельный. Открыт. Ну что, переходим на вторую карту. Начало, конечно, не очень. Казалось бы, ситуация контролировалась. Опа! Акалит? Сразу? Сразу идет ставить базу, но это может быть фейк. Хороший диспл. Ну, леса на экспант все равно нет. Это позже будет. Хантерс холм. Арчан на лечении. Кипер пошел харасить. Хэппи далеко от базы не отходит, это правильно. Ему выманивает нейтралов, ему тут как раз на второй уровень хватит, вполне артефакт выбивает. Кипер здесь. Уже пришел. И Акалит готовится ставить шахту. Два кольца у кипера. Вызывает энтов. Т2. Т2 это фейковый эксп. И Хэппи еще тоже делает разведку, видит, что его не улынет, но все равно у него уже Т2 заказан. Если бы он увидел Т2 до того, как сам тыкнул Т2, возможно, он бы сыграл в экспант. Но сейчас уже смысла нет отменить. Это финал нижней сетки гиппагриф. Впереди еще 120-й в суперфинале. Так, бегает рядышком. Скелета зря отдаёт лишний опыт, приближает кипера к третьим уровням. Первые коты появляются. ДК покупает просветку. Так, Арчам угрожает. О, неплохо, сейчас можно... Не, нормально. Подходим к зеленой точке. Прямо на глазах у Каха начинает Хэппи крепиться. Каха не хочет допускать этого, вызывает энтов, начинает работать по гулям. ДК далековато. Добил ДК. Возвращается. Ну покажите нам на этом. О, кипера можно окружить, окружает сразу кипера. Ай, молодец. Окружает, спасает гулю Хэппи, это минус телепорт. И даже к артефакту не пустил козла. Как он успел-то это сделать? Еще лечит. Отдаст гулю, но это минус телепорт. О, как он умудрился гулями и докрепить, и не пустить кипера. Но он контролил в двух местах. Он какое-то время преследовал Арчу, и дал, соответственно, эльфу впечатление, что, типа, можно похозяйничать, можно попробовать вытащить артефакт. Как только кипер попытался взять артефакт, Хэппи воспользовался возможностью и окружил его, и успел при этом еще ДК вернуть, чтобы подлечить гулю, чтобы кипер не вышел из окружения. Прекрасно. Дима вторым героем, это нормально. Хороший старт. Ну так, когда лишаешь противника, просто телепорты на старте. Это очень хорошо. Там уже третий кипер, а у нас битый ДК. Сейчас будет третий ДК. Котов довольно много. Ну а что будет делать эльф с таким количеством котов? Это же такой легаси, который тащится на Т2, на Т3. Он такой, такое впечатление, что он думает, что там экспант. Это прекрасная вообще психологическая атака, когда... Да, 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 ты не так много теряешь на этой нерубке. То есть ты возвращаешь часть средств, а эльф должен как бы думать, второй барак ставить, не ставить, какое количество котов. Постоянно проверяй, там делается шаг, то не делается. То есть эта нерубка заставила эльфа играть так, ну, контактно, агрессивно, и постоянно думать о том, что есть. Есть там такая опасная опция, типа поставит он экспант, и что мне дальше делать? Нельзя пропускать этот момент, надо постоянно тереться, достроить сравнительно ненужных котов, потому что, ну, Трихан Трескин, они будут сейчас все хуже и хуже у него. Подходит Дима. Подходит ДК. В этих элементариях, к сожалению, не кинуть Койл, он спал Эмьюн. Большой инвол. А что он виспа не пригнал, не разведывал? Он постоянно разведывал разными вещами. Если там повесишь виспа, знаешь, Хэппи не будет на него просто смотреть. Отправит первый уже скелет на него, пусть он рубит. И ты уже этого виспа либо отгоняешь куда-то, то есть это не тот уровень. Мы не успеваем просто за всем следить, но постоянно по карте происходит движуха. Обрати внимание, например, слева синяя точка на миникарте. Это же скелет, отправленный, который чекает, строит ли базу эльф или нет. То есть мы не успеваем просто. Нам и не показывают все, потому что количество действий значительно выше, чем умещается на одном экране. Но Токолита пришел убить, потому что, опять же, боится, что этот Токолит может привести к появлению базы. Не совсем понял, зачем здесь новую тратить так. Да, Каха с одной базой играет. Крепинг продолжается, Димку качают. Там три кольца выпалом. Арбу дождался, Хэппи взял, купил, пошел дальше. Да, уронные браслеты выпадают. Кахи, самый лучший из того списка, который перечисляли комментаторы. Хэппи нужно догонять сейчас по криппингу противника. Каха снова отправляет разведку. Ну, Хэппи в такой ситуации, естественно, нет смысла никакого делать экспант на данной стадии. Дима очень танковый. Прям мега танковый. И еще кольцо регенерации здоровья. Ну, ему нужно слот освободить под арбу, как минимум. То есть одно кольцо, видимо, надо передавать киперу. И либо просто оставить арбу у козла. Он же рейнджевик, он чаще атакует. Сейчас может быть неприятная встреча. Не знаю, правда, неприятная для кого. Не добивает черепашку. Тыкает сразу медведя, недогреженного. Минус мишка сразу. Меняет на гулю. Диму игнорируют, его вообще не надо бить в такой ситуации. Хилвард. Хилвард наш. Хилвард стоит буквально пару секунд. Коты разваливаются. Очень быстро разваливаются коты. 47 лимит на 41. Хэппи меньше. Хэппи меньше. Хэппи меньше. Но лимит качественней. Еще минус голем. Минус медведь. Хилвард снова стоит. Несколько секунд вырубается. Кипер отступает. Надо переключаться сейчас на... Оп. Инвульчик. 15-секундный. Гонит дальше. Минус дриада. Хорошо. Сейчас мы черепаху заберем. Ситуация очень хорошая сейчас у Хэппи. Прям очень хорошая. Лимиты более-менее сравнялись. Артефакт мы здесь забираем. Это что у нас? Большой инвул пригодится. Эльф не хочет отдавать эту точку. Снова нападает сзади. Хэппи парочка выстрелов его охлаждает. Добиваем еще черепашек. И сражение ровно в том же самом месте. Козел снова попадает под удар. Очень плохо он танкует. Надо было ему, конечно, колечко передать. Нагу начинает отводить Хэппи еще до того, как на нее полный фокус. Такое впечатление, что как только юниты поворачиваются в какую-то сторону, еще не сделав выстрел, Хэппи понимает, что, ну, кого будут бить. Это нормально на самом деле. Ты можешь во время типовых сражений понять, кого будут фокусить с большей вероятностью. Особенно там какие-то зеркальные мэтчапы, когда люди вообще прекрасно разбираются в раскладах. Там заранее каких-нибудь футменов из полбрейкеров в альянсовском мэроре отводят. То есть можно предугадать, кого будет атаковать противник, но выглядит это, конечно, сюрреалистично. Что юнит начинает отступать еще до того, как он начинает атаковать. То есть получается так, что ты отводишь юнита, и никто не атакует его, они все просто следом за ним бегут, даже без первой атаки. Это очень высокий уровень. Торопиться вообще некуда. Все нормально. Собираем сейчас оставшиеся точки, пока там эльф переводит дух. Хэппи забирает еще одну большую черепаху. Большая черепаха. Высасывание маны. Выпадает ванда. И всю точку собирает хапач. Жирная точка, кстати. Ну как это на Тартлроке такая, на экспанде. Ой, диспл хороший, энтов. Дестройеры сразу с маной. Еще высасывает ману дестройер один из обсидианки. Очень хороший фокус. Магический урон влетает по медведям. Медведи разваливаются крайне быстро. Первый улетел, став не использовал кипер. Второй медведь тоже умирает. Переключается Хэппи на Дриад. Красиво разруливает. Красиво очень разруливает. Финдатом доконтроливает. Много бегает сейчас медведем. Еще фруст армор по нему. Как он финдат контролил почти. Он спас финдатого. Это просто невероятно. Вы видели? Финд сделал полный круг. И кипер еле-еле убегает. Там второй финд умирает. А нижнего он подлечил. Блин, вот этого финда надо на мувик тоже. Как он там вниз, влево, кругаля дал. У него фруст армор. Еще он там... Ай, красиво. Столько времени потерял эльф на этом фокусе. Еще делает базу Хэппи для того, чтобы крепить преимущество. Преимущество в 20 лимита у него сейчас. Это очень похоже на сравнивание счета. Прям класс. Да, ГГ. Вааааа. Ну, этот финд очень классный был. Видели, как он там какая-то самая... Ну, система очень базовая в микроконтроле. То есть ты... Если... Ну, понятно, что фокус помогает тебе быстрее выщелкивать юнитов. Чем больше урона, тем сложнее контролить. То есть, если ты начинаешь успешно уводить того юнита, который фокусят, противник начинает терять время. Он на него не атакует, он тратит время на перемещение. Соответственно, он наносит меньше урона. Именно поэтому сапоги скорости, они увеличивают ДПС в большинстве случаев, потому что уменьшают время сокращения... Ну, время на движение. То есть между ударами становится меньше времени. Да? Поэтому там Блэйдмастер любит... Демонхантер любит ботинки. Нага любит ботинки, чтобы там догонять, замедлять и так далее. И когда вот за одним юнитом, там Демонхантер, Медведь, там еще кто-то, бегают секунд 15, ну, они тратят там 70% времени на передвижение, а не на атаку. А в это время, как бы, армия, это противник, стоит на месте и атакует. То есть основная армия не бегает, не тратит время. И вот такие финды, так отконтроленные чудесным образом. И чем меньше у него жизни, тем тебе хочется... Ну, вот чуть-чуть, чуть-чуть надо дотыкнуть, а то же он его спасет толку не будет. Надо хотя бы его убить. И все, он 15 секунд тебе голову морочит, нарезает круги вокруг, в итоге спасается, там ловит еще последний койл, а у тебя козел уже мертвый. Все. Классно. Хорошо, многообещаю. Ну, борьба, борьба, отлично. 1-1. Не все так просто. Мика даже сделал клип. Давайте клипчик посмотрим. Я еще раз на этого финда посмотрю. Вот, смотрите, сейчас он начинает атаковать. Вот этот финд. Отводит после первой атаки. Вверх пошел. Смотрите, оп, вправо пошел. Выстрел пошел дальше. Еще пошел. Фрост армор на него кинули. Ушел от кипера. Выжил. Там диспл был фрост армора. И он выжил. Он выжил. Этого финда он потеряет, а в нижнего он кинет койл. Вот, и все это время, пока бегал, пока, ну, пока этот финд бегал, вот он финд этот раз. Смотрите, мы атакуем там дриадку, атакуем, переключаемся. Ну, ту же самую дриадку убили. Финда при этом подконтролили второй раз. Переключились на вторую дриадку. Доконтролили снова финда. Переключились на кипера. Финда еще подконтролили этого второго. Там очень много действий произошло. То есть он успел на 3-4 юнитов переключиться, пока противник бегал за этим кипером. На примере, ну, на этом простом примере видно, как много они осознанно кликают во время игры. В чем козел на этой карте? Ну, как через него играть, не знаю. Помогает, может быть, экспант не давать противнику ставить. Наверное, первое, что он реально может сделать по сравнению с Демон Хантером. Поехали. Готовимся к следующей игре. Вот в этом моменте кипера Койла нужно же убить. Там была мана у Деки? Я чуть не заметил. Не, он же пустой. С чего ты решил, что можно было убить? Дека пустой просто все это время. Нет у него маны. Какой Койл? Что ты несешь? Там же отображается все. А, ты с мобилки смотришь. У тебя там эти полоски маленькие. Пока бояре смотрят на мониторах там 27+. Кто-то на плазмах там 40, 50, 60 дюймовых. Там у них все видно. У него же монодрейн. У него остался монодрейн тогда? А, да, ты прав. Хэппи ошибся, не использовал монодрейн во время сражения. Да, ты прав. Хай, молодец какой, разглядел. Разглядел иконочку, неиспользованную ману у Деки. Он реально, у него 25 маны. Он высасывает, добивает кипера легко. Вот сейчас вот тыкает и убивает. Да, он добивал его, ты прав. Сори. Сори, что погнал. Вот, видите, Хэппи недоконтролил в этой ситуации. Дадидо говорит, привет, 25 дюймов. Тебе приятно. Дадидо даже примачок задарил. Ласафа говорит, Михаил, привет тебе с прекрасного озера Ольхон на Байкале. Даже отпуск не пресечен и не смотреть финал ТП-лиги. Надеюсь, у тебя все отлично работает. Судя по всему, можно смотреть. Фрагмент с 55 дюймов там присылают. Неплохо. Экстра висп. Ну, на него не обращали внимания в прошлых играх, не акцентировал, но... Тот же самый 21-й фогичевский висп. Кажется, именно он начал его практиковать. Да, Рада. Там, скорее всего, просто предельное количество действий, и ты пытаешься успеть за стандартными своими действиями, за спасениями, за фокусом, за прочим, и забываешь, что у тебя... Потому что, ну, появляется предмет, предмет — это всегда фактор. Дополнительный фактор. И обычно перед... Ну, мне помогало в этом плане перед началом сражения еще разок посмотреть, что у нас есть. То есть, такой... Быстро понять, какие у нас есть возможности и хотя бы какой-то план накидать на микроконтроль. Потому что если ты будешь делать по-типовому, а артефакты у тебя не типовые, ну, там, Lightning Shield есть. Понятно, защитные артефакты, они отдельные когорты, и просто выделяются, они обычно в отдельный этот. Свитки тоже достаточно типовые. А вот подобного рода артефакты, они, да, они могут ускользать из внимания. Даже профессиональные игроки иногда с Scroll of the Beast оставляют на сражении, забывают его юзать. Потому что, ну, он у тебя появляется в каждом, там, не знаю, пятом, шестом, в пятой-шестой игре выбивается. Ну, потому что там один к пяти он выбивается из точки типовой. В части ситуации он просто продается. То есть, получается, там, один к десяти он реально юзается. И ты вот эти вот один-десять в систему свою микроконтроля, ну, в план, ну, можешь забыть, не прожать. То же самое, как с Protection. Помните, сколько раз мы наблюдали ситуацию, когда профессиональные игроки Protection прожимали где-нибудь в середине битвы. Не потому что там у противника есть Dispel, был Dispel, например, там, виспы какие-то, а просто потому что завтыкал. Не типовой артефакт, забыл его ввести в схему. А схема в микроконтроле, она же там, ну, там все очень быстро происходит. Там, ну, некуда вставлять просто лишние действия. У тебя включается шаблон, по которому ты должен быстро-быстро-быстро-быстро все делать. И там ты находишься уже в каком-то состоянии, близком к трансу, что туда никакая лишняя информация не проходит. Вот, когда происходит пауза после сражения, вот, когда вот там отступление, люди начинают уже разгребать, да, последствия этого сражения. Те же самые дозаказы многие не успевают. Помните, как я горел, как то ли Фогич, то ли Каха, там 1600-1400 на руках золота не дозаказал. Кажется, Фоги на Тейме. А потом еще Каха с этим, ну, ладно, неважно. То есть, да, сложно во время сражения, если ты заранее не готов, если это в схему не включено, успевать делать какие-то нетиповые действия, в том числе и вот прожимку артефакта. Так-то с дивана-то увидели, да, причем я не увидел, что он вообще не потратил ни одного заряда стаффа, который выбил накануне. А там реально можно было высосать, экипера убить. О, ВМЭК сказал, спасибо. Да, вспоминаем. Было и деньки. Как он его спас там, эта виспа? Стратегии те же самые, как вы видите. То есть у нас две лорни, ста три с одной базы, все с одной базы, никаких аркадных, аркадных экспандов, за которые я так топлю. Сразу тыкает в этого гнола. Ну, это хэппи выбивает артефакты со стороны врага, причем контролирует, видите, при этом иллюзии. Мешает противнику. Иллюзия — это не только, блин, получение информации, но и постоянные сигналы эльфа, что сейчас к тебе, может быть, подойдут сзади, пока ты будешь крепиться. Это же возможно. То есть, когда такая иллюзия бегает, ты же не начнешь красную точку крепить, не зная, где находится противник. Ты можешь, конечно, но после того, как тебя разок-другой накажет, человек подбежав. Вот видите, еще светанул хапач. Вытаскивает или не вытаскивает? Вытаскивает. Хэппи будет реагировать. Будет реагировать. Бежит. Вот, пожалуйста. А там второй койл, между прочим. Как минимум, хапач может доесть. Еще арчи подставляются. Добивает. Четвертый уровень получает. Вот о чем я говорил, блин. Это иллюзия все. Это иллюзия, дополнительная разведка. Пока была иллюзия, он не хотел. О, еще. Так, гулю теряем, на третью арчу подрезаем. Кажись. Да. Не надо здесь сражаться. Назад, 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 назад. Гульку, вторую. А, и вторую гульку жалко. Но три арчи на гулю и добитый огр. Да, неполученный артефакт, но добитый огр. Это деньги, это опыт. Очень крутой врыв от Хэппи. Молодец. Артефакт хороший. Не лучший, но хороший, Димке выпадает. Передает наге для того, чтобы она была поплотнее, и ей добавился урон. Дима тоже делает разведку. Причем Хэппи с иллюзиями, помните, он же еще нейтралов там будет, провоцирует, когда это возможно, на Элэре, например. Там, где можно там троллей спровоцировать, мурлоков спровоцировать, у которых есть сетка. Все пробегающее, там кто-то может ловиться, рандомные молотки голем может запускать. То есть иллюзию он очень хорошо использует. А потому что он близок уже к пятому, ему... Одно дело, они удивляются, почему он не отдает опыт лечу. Одно дело, когда у тебя ДК третий, а другое дело, когда у тебя ДК четвертый. То есть у тебя шаг 3-4, это сомнительная польза, ну да, вторая аура, но она подрезанная, она там не 20%, а 17. А другое дело, когда у тебя ДК уже в пятый уровень метят, в третий койл. Поэтому и не отводит. Да, суперфинал будет Бо-7. Нас ждет великолепная заруба Undead vs Undead в случае победы Happy. Либо попытка реванша Каха-120 и повторение финала верхней сетки. Акалитик Беляк пришел, привет, с регистрацией все на Гудгейме. Здравствуй. Хэппи приходит подпушивать. 4,5-2-1 против 3-2. Минус АОФ. Магазин подставляется. Магазин сожжем, кстати. Ну Арбу уже купил. А чем они кольнули? Ну эту гульку спаси. Что-то Гулио на халяву отдал. Нова пошла. А где Дестройеры? Третья гуля. Зачем мы пришли? Сейчас что-то всех гулим и растеряем медведя. А, вот Дестройер поднялся. Но еще одна гуля умирает. Еще одна умирает. 41 на 40. Лимиты равные, но что-то мне не нравится ситуация. А там Стафа нет. Сейчас минус еще один медведь. Ой, Койл, 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 Койл. Еле успевает телепорт поражать. И Финд выживает чудесным образом. Ни одного медведя нет, Риджуа нет. Дриада пыталась догнать Финда. Финда прикрыли. Диме негде лечиться. Мунвеллы пустые. Магазина нет. Медведей нет. Диспал. Так, наверное, фонтанчик надо как-то, я не знаю. Но на фонтан опасно, потому что сзади подойдут, могут неприятно. Покупает инволл, лечу. Ну, сейчас нужно пятый ВДК получать. Пока у нас есть пауза на криппинг, и у нас больше точек находится, потому что, помните, Хэппи же взял правую нижнюю точку у эльфа, а сейчас свою такую же криппит. То есть у него есть и этот желтый, и красный потенциально фонтан. То есть у него может быть 5-3 вообще к концу этого крипрута. А эльф уже последнюю, фактически, точку криппит, которая поблизости находится. Главное, быстро сейчас еще фонтан успеет забрать. Светок лечения покупает Хапач. Ситуация у него очень хорошая. Да, успеет. То есть очень медленно эльф здесь криппится. Тру-шот. Следующее сражение будет, типа, плюс 5-10 лимита у Хапача, и герои 5-3-2 против 4-3. Повторяют комментаторы то, что я говорю. Это радость, значит, я как минимум не хуже. А если бы он отводил, как они сказали, блин, Деку на прошлых точках, у него бы не было сейчас 5-го уровня. Обращайтесь. Арчу потерял на фонтане. Он мог ее самостоятельно даже убить. Арчи в такой ситуации уже не нужны. Они только съедают лишний лимит. Ты на криппинге часто просто недоконтроливаешь тех юнитов, которые тебе не нужны. Просто отдаешь, все, какой смысл. Так и так тебе ее убивать. Карта вся закреплена, осталась только одна маленькая зеленая точка, которая ничего не решает. Хэппи не выходит из лимита, что крайне странно. Готовится к 70. Делает грейды. Дестройер аккуратненько, аккуратненько. Такое впечатление, что Хапач просто знает, что эльф любит сидеть на лимите, что сейчас ночью ему невыгодно пушить его. Дестройером смотрит, чтобы у эльфа не было слишком много, ну, чтобы не пропустить момент выхода, и сам не выходил долгое время из лимита. Но сейчас прорвался. 58. Все-таки решил пушить. Хапач. Ну, я не понимаю этого, если честно. То есть нормальная тема посидеть на лимите до талого до утра. Хэппи нет, дерево на лимите. Да там ничего дерева не требует уже. Что тебе нужно? 20 леса на Финдай или 30 на обсидианку? Какой тебе лес нужен? У него та пропорция, которая нужна. Вот смотри, у него 60 леса, 500 золота. Ты заказываешь за 215, за 200 и тратишь 50 леса на двух юнитов, которые он заказал. Все у него нормально с лесом. Он его тратит просто на грейды, на атаку. Хэппи находит последнюю зеленую точку на территории врага, чтобы свою нагу докачать. Почти докачает до третьего. Докачал даже. 5-3-3. Такое идеальное распределение экспы, вы посмотрите. Ни туда, ни сюда. Просто ни вот эти вот, ни 2.9 и 4.2. Просто 5-0, 3-0, 3-0. Ювелир. Дима, ты ювелир. Ох, как же влетать будут сейчас вообще. Второй форкет, вторая нова, третий коил. Смотрите сейчас, как бодро будет. Ну давай, ну! 66 лимита на 60. Фокус, давай, бам-бам-бам. Айн Вуллом ловит все. Айфоркет, позиция плохая у Хэппи. Лич подставляется, дестройеры с маной. Там медведи, кстати, сзади, тоже по позиции эльф не совсем прав. Огромное количество коз. Козий лимит на такой стадии, конечно, не очень, не очень эффективный лимит. Дима накидывает, по нему фокусиат. Мана Берн, что Лич впереди делать? Я вот не знаю. Минус Дриадка. Медведь, свиток лечения хороший влетает. Финды подставляются. Койл Финда, хорошо. Мана Берн последний, мана уходит у Деки. Фокус по Медведю, минус Медведь, 55 на 68. Хэппи значительно больше умирает. Еще один Медведь вместе с Финдом от Форкета. Но ничего страшного, последний Медведь остается. ДК с чем? ДК с Инвулом нормальный, минус Дриада, минус Медведь. Это 2-1 вообще. Ну тут козий лимит остался, а Финды не прощают. Андедовские герои прокаченные тоже не прощают. Старается Нага там откидываться как может, но козы тают на глазах. Спасает одну козу. Молодец. 29 на 56, ну что тут уже. Зажимается на базе 2 героя, 3 козы. Сейчас будет отпиваться в Мунвеллах и пытаться как-то здесь выжить. Да, Дестройеры много лимитов жут и типа бесполезные. Но а что ты с анденовскими героями сделаешь под обсидианками? На тебе третий Койл в лицо. И петухи кукарекают. Это, конечно, эльфу плохие новости, что утро настает. Мунвеллы пустые, утро настало. Дима еле живой, ждет, когда отпустит Нагу. Нагу отпускает. Нага пытается уползти и умирает. Дима возвращается. В него тут же летит стрела от Наги. Еще пару выстрелов. Пишем ГГ, выходим. 2-1. Нормально. Нормально, нормально. Хорошо. Ох, чуть-чуть чая на клавиатуру не провели. Нет, Лайм Смит, я непрофессиональный. Не знаю. Это клавиатура какая-то. Ну, она механическая, но не знаю, что за... Она полноразмерная, стандартная, без дополнительных кнопок, без подставок, просто абсолютно стандартная. Мне не нужны, во-первых, программируемые кнопки. Это какая-то китайская клавиатура. Модель Blade. Черт его знает, что это за клава. У меня светится. Да у меня тоже светится, просто... Не в этом прелесть. Там свечи мягенькие, то есть их вот я печатаю, их не так хорошо слышно, то есть она не громкая. Не помню, какая... Какие там брауновские тип конструкции черри, черри браун. Там их есть, там, 4 или 6 типов. Там грей, блю, ред. Z Gaming Blade. Да, с белыми... А, с белыми свечами. Ага, и всегда хороший бюджетный вариант. Вот, отлично. Я, правда, про белые свечи не слышал. Просто есть механики, которые прям трещат, прям стучат. И многие люди берут механики, особенно впервые по незнанию, с свечами, которые очень громкие. То есть там нажимаешь, там щелк, прям щелк. Для, не знаю, скоростной печати, для машинистов, для, не знаю, чего-то еще, это нормальная тема, потому что там наиболее отчетливая отдача идет. То есть там, ты уверен в том, что при должном усилии, при нормальном усилии, механизм сработает. Вот, но если... Это громко, это слишком. Клавиатуры такие громкие. Лейм Смит, принято, понято, спасибо. Я вместо 2 к механике в этом году привыкал, ошибок при печати куча была. Трест клавиш ненормальная тема для скоростной печати, через пару минут просто хочется такой клавиатуры в окно бросить. Ага, окей. Поначалу даже пожалел, что обычную клавиатуру хорошие родители отдал. Нет ничего плохого в мембранках на самом деле. То есть вспомните, у Хапача же мембранка, у Сокол тоже там в свое время 5 клавиатур, на которых он привык играть, приобрел. Хорошая, стандартная мембранка дешевая, к которой ты привык, она практически ничем не хуже, только служит меньше. Ну, типа... По статистике служит меньше. Ну что, переходим к четвертой карте. Хэппи ведет 2-1. Старты и старт, как вы видите, абсолютно такой же, как в прошлый раз. В прошлые разы. Разница только, вот Дима идет харасить с Берном, или Дима идет к Рипицу с эмаляцией, и все. Все в порядке, т.п. соль, всегда скелетоны работают на ДК-левелах. Но до сих пор, очень слегка с эмаляцией к Рипицу с Левел 2. И теперь... Ох, еще Моноберн. Успевает сделать диспл. Это очень хорошее понимание вообще у Кахи. То есть он на такой дистанции успел... Ну, во-первых, то, что Дима рядом провоцирует ДК на более... Ну, на быстрое действие, потому что, ну, Моноберн и Моноберн, и без мана остаешься. Соответственно, он понял, что в ближайшую секунду, долю секунды сейчас полетит Койл в Виспа. Он уже, скорее всего, этого Виспа после Берна выделил и готовился его диспелить по анимации ДК. Потому что там с пингом 120, как они играют, ты не можешь ориентироваться на летящий Койл. Тебе не хватит просто... Ну, он быстрее долетит на такой дистанции до Виспа, ты не успеешь диспелить. То есть это хорошее предугадывание, пусть и стандартного действия врага. Вообще отлично. Да, круто крепит. Опа, Калит что-то делает. Череп взял, Калита взял. Это что такое? На самом деле, Хэппи ни разу не ставил экспанд вот в таком тайминге. Это очень круто. Может быть... Ну, скорее всего, заготовка, может быть, счет еще влияет. То есть у него есть возможность проверить эльфа на бдительность, немножко рискнув. То есть это такой момент, когда... Кристалл Болл может проверить. Да, и экспанд сразу светит. Офигеть. А вот это плохо. Да. А ему надо сейчас перепроверить, отказался ли Хэппи от мысли вставить экс после просветки. Он же видел просветку. У него Висп, который прочекает эту вещь. Ну, скорее всего, Хапач, да, Хапач. Нет, он делает не рубку. Он делает не рубку на базе. И Висп там стоит рядышком. То есть следующий шаг от эльфа это проверка эксп-не-эксп. Акалит уходит. О, Тони Крэндом подержал, говорит, бобра-бобрум. Зашел посмотреть Варкрафт, смотрел трансляцию Back to Work, потом видел комментатора черный маникюр и понял, что мне к майкеру на стрим. Эка тебя куда занесло-то, а? Спасибо, Тони Крэндом. Добро пожаловать. Опа, Арчу подрезали, Гульку пока спасли, но у нас проблема в том, что отсутствует второй герой. Здесь Арчу вторую. А, Нагу, 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 Нагу! Почему не прижал Нагу? А, потому что Димка с эмаляции скорее всего вырвался бы из окружения. Правильно оценил Хапач, Хапач? Да. Ну, то есть там было настолько очевидное окружение, что я сомневаюсь, что Хэппи его не увидел. Он просто подумал, что битый ДК, наличие Наги, отсутствие у тебя второго героя приведет к тому, что скорее всего ты там пострадаешь во время окружения больше, чем противник твой. Кабанерса подрезал Хапач ради скелетов. Там шахты не строятся, Хэппи не тратит деньги. Но этой нерубкой он привлек внимание эльфа. Явно не ради внимания эльфа ставил эту нерубку, он рассчитывал на то, чтобы под шумок поставить экспанд. То есть в том случае, если эльфу не выпал бы Crystal Ball, и он не сделал бы ситуативную разведку, или там потом не сделал разведку в стандартную, какое-то время не делал бы. Это возможно... Ну, это можно допустить, потому что сам тайминг, само время постановки экспанда, оно очень экзотично. Это Хэппи на моей памяти за последние 10 игр никогда не делал. Он делал экспанды уже там к Т3 вместо пуша, вот это да. А на такой стадии нет. Поэтому прокатить могло. И вот что бы было, если бы выпал бы один там из 4-5 других артефактов, эльф не получил бы сразу. Это вот уже такое сослагательное, непонятно, что бы произошло в таком случае. Но сейчас как бы эльф не может далеко уходить, надо ему постоянно проверять. Да, Хэппи потратил на этот Зигурат 150. Он добил новый? Сплэшем? Не, не добил. Не добил. А было бы красиво. Новый сплэшем наносит там на первом уровне сколько? 50 урона. Кидает в Димку. А мы не заставим его стелепортироваться? Не, не хватает. Ну там у него жизни больше, чем на Койла хватает. Ну, на Койла. Первые медведи готовятся, Т3 доделываются. У Хапача опять же все побыстрее. Ах, Акалит там патрулирует, ждет приказа, когда можно будет в шахту за это самое. Он со своей колокольни наверняка не понимает, почему его сюда привели. У него наверняка такие же темы, типа начальство не очень, блин. Почему я шестой, пять нормальных Акалитов добывают золото, а я зачем? А у меня производство опасное. А почему руководство сделало это самое, дало приказ строить зигурат, и его загрейдило, деньги потратило, а шахту мне не дают возможность сделать. И вот только сейчас он чертыхаясь, ругая все на свете, наконец-то, наконец-то можно начать строить. Естественно, с его перспективы тут как бы абсолютно неадекватное командование, это руководство, он бы лучше все сделал. Ну, сейчас этот экспант больше похож на стандартный, то есть все, мы к Т3 пришли. Надо бы желтый еще по центру успеть забрать. Успеет. Ааа, тут на красную идет. Вот и непонятно. Красный это... Тем более здесь артефакта нет. Тюлень зарезал Димка. Дал им смит, согласен с тобой полностью. Не могу быстро ответить на вопрос, он слишком сложный. Много времени теряет Хапач. Отдает противнику красную. Там хорошая аура андедовская выпадает. И герои шикарные. 3.8 на 3. 3.8 на 2. 3.9 на 3. Хапачу как-то надо добиваться. А у него только-только шахта делается. Может, еще не поздно шахту отменить. Он делает спирит-таур. Почему не магазин Хапач? Ну, почему вместо спирит-кауры? Ну, хотя спирит-ка хорошая. 56 лимит на 56. Ну, по героям похуже все у Хапача. Вышка поможет. У вышки, в отличие от нерубки, урон там в 2,5 раза больше. Там 23-26, что-то в этом роде. Сейчас будет атака. Аккуратненько, Хапач. Ну, гульки не отдавай, пожалуйста. Начинает просто с сдачи гули из 4-го диму. Ну, зачем? Подставляет финда, недоконтраливает. Черт. Вышки начинают работать минус дриадка. Гульки пытаются ворваться в арчей. Лич там делает новую. Подходит под крепа. Новый дестройер вылетает. Лечим, лечим леча. Хорошо. Вышки стреляют отлично. Причем он контролит вышками, видите, подрядом. Для того, чтобы бонусный урон был в полтора раза. Очень. Три финды. Финда красный минус 1. Минус 2. Нет, 2-го спасает. 3-й тоже спасается. Спасается, спасается. Медведя убивает. Так, 2-го финда все-таки добивают. Но 42 на 40. Лимит более-менее равный. Нас равный. Размен устра и вает. Потому что зигурата стоят, нычка работает. Отступаем. 40 на 42. Хапач, потрать деньги, пожалуйста. 700 голды. Было 800 только что. Пожалуйста. Да закажись. Кроме гули, закажи что-нибудь. Обсидианку, финда. Бутылку маны. Бутылку маны взял. Пропил. Пытается отбиться. Молодец. Да закажись. 700 золота все еще у тебя. Да закажись. Склеп второй делает. Гаргу делает. Гаргу. В такой ситуации Гаргу. Он типа думает, что отобьется в любом случае. И переходит. Какая сумасшедшая оценка ситуации. То есть Хэппи на данный момент решил, что он уже отобьется теми силами, которые у него есть. У него леса нет. Еще один, блин. Сколько стоит финн по лесу, Скрайлер? Напиши мне, пожалуйста. Сколько стоит финн, сколько стоит обсидианка? Пиши. Не гугли и просто напиши, сколько стоит. Так. Сидим за вышками, строим Гарг. Добавляем второй склеп, выходим в Мазгарг. Да я хз смотрю только варик, у него одна голень, на лесе все обычно три. Ну вот, в этом и причина. Леса там хватало и на то, и на другое. Он склеп заказал за 50, обсидианка стоит 30, финн стоит, кажется, 20. А было у него что-то в районе 70 лес. Лимиты равны, Гарги начинает накапливаться уже хорошо. Теперь Каха в заложниках находится все, этого экспанда. Ему нужно ломиться, а он не может ломиться. Вот и все. Ну, из-за вышки он не может ломиться. Все, и хрен ты пробьешь эту... Акалиты лечат, чинят вышку. Дриады отдаются, лечь получает третий. Дриады влетают... В смысле, Гарги влетают в Дриад, убивают. Медведи не могут ничего сделать с вышкой, бегут в Акалитов, тратят тоже время. В это время разбираются абсолютно спокойно Гарги с Дриадками. 44 лимита, 3-1 в пользу Хапача. Ну все, здесь не пробили. Три вышки стоят, Дестройеры убивают просто Медведей. До свидания. Еще бы подиспелить Риджу с Медведей, и вообще отлично будет всем. Отдиспелил, минус Мишка. Все, а не пробил, проиграл. Сейчас будет ГГ и Лив Каха. 10 секунд, даже меньше. ГГ пишет, Лива. Ес! Хапач, Хапач, Хапач выходит в суперфинал, где он будет сражаться с 120-м. Реванш взят, Каха повержен. Тот самый Щегол, который выбил... Эй, не смотри на меня. Не делай, как я. Не делай, как я. Тот самый Щегол, который выбил его в лузера, был повержен. Хорошо. Ну вот новые, новые веяния, вот эти вот провокационные экспанды на парочке в странных таймингах, которые заставляли эльфа действовать более скованно. Один раз не получилось, кстати, на Ласт Рефьюдж, но там проблема была тоже в отсутствии второй... Ну, не прогрейдил Спирит Тауэрку, не поставил магазин, можно было отбиться как здесь. Хорошо, хорошо. Представляете, как сложно с лузеров вообще выбираться? Там у тебя первый тур Мун, потом там Романтик, потом с Кахой играть снова, потому что... А, потом Калорфул, потом Каха. То есть в стандартной сетке там на 8 человек ты падая в лузера и играешь на 2 тура больше, чем Винер. Сейчас будет Бо Сейн для извращенцев, для любителей. Андетт на Андетт. Но это суперфинал. Сейчас мы выясним, кто же самый-самый сильный. Хэппи занимает... Скорее всего, сейчас первую строчку в рейтинге 123. Там Лин должен быть на втором месте. Но их персональная статистика близка к 50%, скорее всего. Ну, по крайней мере, свеженькая. Должна быть более-менее 50 на 50. Я не уверен, надо посмотреть. Все, спасибо, что смотрели в записи. Кто смотрел в записи, мы с... Я локалку режу и пауза в 5 минут. До связи. GoodGame.ru. Все дела.